Друзья, всем привет! Меня зовут Юля и вы на моем кулинарном лайфстайл канале Сладкий персик. Вы когда-нибудь готовили морковь? Оказывается, это можно сделать и получается ну очень вкусно. Сегодня я вам покажу рецепт глазированной моркови, которую мы будем делать на сковородке. Такая морковка получается очень вкусной, она сладкая, мягкая, с нежной карамельной корочкой. Берем самую обычную морковь, самую обычную, ту, которая растет у каждого в огороде и продается практически в любом супермаркете и очищаем ее от кожуры. Нам здесь не нужен какой-то специальный сорт, хотя мини-морковки, они стоят дороже, они тоже подойдут под этот рецепт. Делайте из той моркови, которая у вас есть или которую вы можете купить. Очищенные морковки споласкиваем под краном и обсушиваем бумажным полотенцем. Лишняя влага нам здесь точно не нужна. Затем срезаем с морков к хвостике и нарезаем их на брусочки. Я, кстати, всегда нарезаю морковь брусочками, даже на плов. Не люблю терять ее на терке, мне нравится, когда кусочки достаточно крупные и чувствуются. Вообще морковь очень и очень люблю. Морковка нарезана, теперь самое время ее жарить. Берем сковородку и разогреваем ее с большим количеством сливочного масла. Чем больше будет масла, тем вкуснее. Количество масла, конечно же, зависит от вашей морковки. Если морковь крупная, возьмите масло побольше. Масло нужно разогреть прям хорошо, оно должно полностью растаять и немного шипеть. И потом кидаем в масло нашу нарезанную морковку. Немножко морковь перемешиваем, распределяем по сковородке и сразу же добавляем к ней сахар. Сахар можно взять белый, но у меня был коричневый и мне кажется, что с ним получается еще вкуснее, он придает такой карамельный аромат. Морковку перемешиваем вместе с сахаром и жарим на среднем огне, периодически помешивая, чтобы она не пригорала. Жарим таким образом морковь примерно 5 минут и затем добавляем кинь, соль и сухой базилик. В принципе, вы можете добавить ваши любимые сушеные травы, например, розмарин или какие-то другие, какие вам больше нравятся. Снова все хорошенько перемешиваем с помощью лопаточки и жарим до готовности. Морковь готова тогда, когда она станет мягкой. Точное время зависит от размера кусочков и сорта вашей морковки. Такую морковку можно подать к птице, рыбе или мясу. Или даже есть просто так. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok